Доброе утро! Лебедь, рак и щука, басня. Когда товарища согласия нет, на латых дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука, вести с поклашей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. И вместе трое все в него впряглись. Ты еще не прочитал ни разу сегодня, Гриш? Иди прочитай. Гриша, иди еще повтори, ты только проснулся и ничего даже не прочитал. Так, ну что, мы вяжем с папой, сегодня мама дома, кинзу вяжет, а у нас Петрушка. Сегодня пасмурно на улице, даже очень. Вот до сих пор не расцвело. Солнышка нет, все затянуто тучами, так что мы ждем дождика. Вроде бы сегодня по прогнозам есть дождь. Но птички так здорово поют. Так, готовлю сегодня супчик. Наверное, будет рисовый, но сейчас еще посмотрю, что у меня там есть для крупы. Пол курицы. Это кумовьев. Я куми варила бульон в роддом. И вот сейчас из части бульона того же, то есть ей там была нужна покорная баночка одна, еще литр остался. Я его разбавила водой и готовлю суп. Здесь пока просто картошка, морковка и лук, соль и перец. Все это будет вариться. В конце вот чесночок. Я люблю, когда много чеснока. И мяско, наверное, тоже порежу миленько. Вот суп. Сейчас еще посмотрю, что там есть за крупы. А то я рисовый надеюсь варить, а может там риса нет. Нет. Все-таки будет не рисовый, а чечевичный суп. Так что добавлю чечевицу. Сколько ее тут минут нужно варить? Под крышкой в течение 15 минут. Так что я думаю, что ее тоже сейчас же можно добавить в чечевицу. Дедушка его сейчас отвезет. Так, сменку ты взял, да? Басню мы повторили. Повторили? Ну, я сам повторил. Ну да. Так что давай. Ждем от тебя хороших. Двойк. Даже не в оценках дело. Твердых двоек. Даже не в оценках дело. Главное, чтобы у тебя все получилось. Понял? Да, твердых двоек. Григорий, давай. Ты тут начинаешь много-много говорить. Говорить много-много. Давай. Ты обулся? Вот зачем ты сейчас одел портфель? Не знаю. Я ж тоже не знаю. Главное, чтобы дождь не начался раньше. Ну да, у нас сегодня Пасху. На все, Григорий, счастливо. Так, все, я собралась для выписку. Зачем тебе? Кумы. 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 Так, мы на заправке. Едем с Виталиком забирать Аню. Кум тут все подготовил. Очень красиво. Шарики для фотографий. Ром-дом. А мы на выписку. Здрасьте. Да. А где? Кумы. Кумы. Вот так. Машину надо. Так она. Парковку. А вот это инфекционка. Сижу, я тут лежал. Ага. На первом этаже. Здесь же и дети, и все. Вот туда вон. Да, 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 да. Ну дождик же не капает сейчас, да? А вот же Ром-дом. А вот это где кушать готовят. Пищеблок. Пищеблок, да. Тут уже кто-то готовится. Кушерское отделение. А в какой же палате? Окна куда-то, да, Аня? Вот она была. А вот это крайняя, да? Ага. А я там лежала. Там хорошо. Летом тенечек, знаешь. Не зря она. Спец палат. Потому что на парковке у них там места есть на парковке. Вот так направо, направо, направо. Туда вот где эта черненькая машинка. Вы видишь? Туда тоже залежать. Да, кто-то уже стал счастливым обладателем приза. Так, ну что, ждем теперь куму. Вернее, сейчас Виталик пошел отнесет вещи. Потом заберет то, что с роддома уже. Вещи, в смысле там, я не знаю, постельные, наверное, нет. Что там, халаты, вот эти все причиндалы. И будем теперь уже ждать тут целая очередь. Вот там вот уже люди. А где люди? Короче, где-то там люди уже стоят. Сзади. Не видно. Вот там на крыльце вон люди. Вот это вот люди уже стоят, ждут на выписку. И потом мы будем тоже в очереди. Так что тут еще и очередь. Там уже еще бахилы и маски. Заходим, да? Там уже ездил. Сейчас не надо. Только аж не сильно. Привязывай. А куда мне? Ждем. Да там где приспичит, там уродишь. Я ездила, мы играли в фотоаппарат с собой. Комната для выписки. Только кум с этих, да папа с ребенком, а мама с цветами. С цветами. Видишь, кум постарался. Еще особенно тут Алик красивый. Все, забрали свое счастье. А кто-то еще за одним приехал. Это Антоша в садике нарисовал. Он держит собаку. Ага, это папа, это я, Афоня, а Гриша где? Забыл. В школе, наверное, да? Да. Афоня держит собаку, прикольная Афоня. Зая, повернись к маме, пожалуйста, лицом. Такая красивая осень, да? Побежали? А ты не забыла, что если я пятенку получу, я буду с компьютером? Ты не забыла? Не знаю, еще не увидела пятерку. Ну, вообще, вот это дерево, конечно, очень красивое, да? У вас сегодня была фотосессия под этим деревом? Мама, это липа. Липа? Да. Так, ну что, побежали, липа моя. А где у них липа? Ну, как написано? Три пятерки. А басня? Далась нам? Ну, пять по басне. Ну, и как? Ты прям как я люблю рассказала, или все-таки были помарочки? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Плохо. Но все-таки пять. Ну, пять меня не интересует. Меня, чтобы было все четко и хорошо. Так что все нормально, да? Можем ехать? А почему еще пятерки? Две еще по трудам. А что аж две? Я там одну поделку взял, потому что добавил к этой поделке. Да? Так, я заезжала в магазин. Купили озер-чай с бергамотом. Да, мы так вот пьем булочку в хлебушку. Что еще, пряники с начинкой? Это уж точно с начинкой. А не то, что ты тогда, да? Тебя обманули. Так, три помидорки розовых. Уже один? Да уж. И сейчас будем готовить бешбармак. 45 рублей она стоит. А что это такое? Это как будто макарошки, такие слои теста. Сейчас будем с утиным мясом готовить. Да. И еще вот такие овсяные печеньки или прянички. Да. Так что сейчас... Кто как называет печеньки? Да. Я буду готовить ужин. Ты будешь супчик тебе подогревать? Не знаю. Тебе подогревать? Гляньте, кого я увидела. Бегает тут. Это самец, да? Красивый какой. Здорово. Фазанчики. Полетит? Или нет? Наверное, сейчас полетит я поеду. Обычно же они очень боятся. Будешь бежать? Да. Он просто спрятался. Рассказывай, сыночек, как танцы? Так. Ну, а какие упражнения делали сегодня? Или что вообще делали? Старые. Какие старые? Расскажи. Ну, шпагаты, ну. Нет, не ну. Ты хорошо скажи. Как называются упражнения? Шпагат, колесо. Ну, громко я не слышу. А какие-то уже танцы начали учить или еще нет? У-у-у. А шаги какие-то делаете или? У-у-у. Ну, вот так делаем. Как, ну, на зайчике лечь. Ну. Понятно. Так, ну что за Афончиком? Да. Афонин листопад. Ты чем рисовал Афонь? Красками? Да. Клобную сейчас. Привет. Антошик, отдавай же Афоньке шарик. Давай. Только ты его держи хорошо, чтобы он не улетел. А то тут роза может сейчас лопнуть. Нет, так он не улетит. Он же надует просто воздухом. Антоша, сюда иди. Давай быстрее. Давай быстрее. Давай быстрее. Давай быстрее. Так, мясо сварилось. И здесь бешбармак варится. Залили уже бульончиком лук. Папуля сейчас еще три зубчика чеснока приготовит. Молодец. Готовь. Готовь. Что такое, сын, а ты что, решил так покушать? Да. Ну и как, тебе нравится? Да. Ты как в садике, да? Да. Песни пели сегодня? Да. Расскажи, кому был день рождения? Аня. Ульяне. Какую песенку ей пели? Это хоровод. Каравай, да? Каравай. Каравай, каравай. Вот такой, да. Такой ширины, да? Аминь. Вот такой узины, да? Аминь. Каравай, каравай. Давай. Кого хочешь, выбирай. Кого выбрала, Ульяна? А меня выбрала. Тебя не выбрала? Нет. А кого выбрала? Вытянь пальчик изо рта и скажи громко. Я... Артём. Артёма? Артёма? Да. Понятно. А меня нет. А тебя нет? А кто тебя выбирал? Сказать. Не знаешь? Так, ну что, у нас 12-30 ночи. Хочу вам рассказать новости. Сейчас делаю пряники с котятами. Вернее, с котёнком. Сейчас покажу. Я даже не знаю, как её зовут, потому что мы такой мультик не осмотрели. Но я вот лично. Это вот такая вот кошечка. Пока ещё она как зомби. Вот. Заливаю я. И в подарок. Где-то мне на заказ будет ещё. Вот там две девочки и мальчик. Такие три пряника. Подарок. И в коробочке будет, в общем, вот такой вот пряник кошечка. Он сейчас высыхает. Тут всякие сердечки, цветочки, пятёрочка. И здесь на ней нарисую лапки. Следы котёнка. И здесь будет надпись днём рождения. Не знаю, если честно, что со мной. У меня на вечер почему-то именно даже не болит горло, а как-то хрипнет голос. Не знаю, почему. Вот сейчас он вообще какой-то не такой. Хочу вам рассказать последние новости. Почему-то мне было видео. Я вообще не знаю, даже когда это выйдет. Потому что у нас сломался модем. Он так и не включается. Мы вчера поехали, купили. Думали, что он вообще круто-круто. Но нифига не круто, потому что он не для DSL. Вот этот вот ростелекомовский у нас ADSL интернет. Нет, там порт для оптоволокна. Так что мы в пролёте. Завтра поедем менять. Думали сегодня ехать менять. Но сегодня у нас карате. И всё же не волейбол, поэтому никак. Так что отложили. Простите это всё на завтра. Надеюсь, что завтра мы всё поменяем. Всё купим, то что нужно. И уже завтра будет интернет. Потому что всё-таки это такая зависимость от интернета. Даже несмотря на YouTube. Ну просто. Без интернета никак. Вот. Что я делала? Детей покупала, уложила. Всех забрала, привезла. В общем, такой день сегодня. Мне самотошно. Ещё Аню мы забрали с роддома. Как-то так непривычно, что она уже мама. Вот. Сейчас пойду отдыхать. Ещё немножечко подсохнет. Котик пряничек. Розовым там бантик долью. И всё, спать. Потому что я очень хочу спать. Как всегда, впрочем. И никак не могу в Instagram выложить эти пряники с мастер-класса. Которые мне безумно нравятся. Я даже не знаю, как я буду их есть. Но их надо съесть. Надо же попробовать, что там за тесто. Этот рецепт теста на мастер-классе давала нам Оля. Рассказывала, как она его делает. Оно... У меня пряники прям такие толстенькие получаются. А тут такое вот оно тонкое. Вот. Надо попробовать обязательно. Чтобы знать... Ну, вообще. Какое оно вкусное, невкусное. Потому что наши... Мои пряники лично мне очень нравятся. Надо попробовать эти. В общем, ладно. Все. Пошла доделывать. Пошла отдыхать. Пока. Пока.